Здравствуйте, мой канал, товарищ хакер. Я хотел бы извиниться, что в прошлых двух выпусках по урокам бетона я постоянно называл ввод enter. Ну просто он так по-английски называется у меня, на языке засело. Значит, в этом уроке я хочу немножко проговорить про ввод, то есть что такое ввод. Ввод — это человеку выдается текст, он туда вписывает что-то свое, например, свое имя, и что-то компьютер делает с этим именем, как-то его распознает, может быть, как-то его опять выводит. Вот. Значит, чтобы получить ввод, надо для начала создать переменную. Что такое переменная? Переменная — это название какого-то определения значения, как бы это объяснить. Значит, есть, допустим, какая-то буква, вот, и внутри этой буквы присваивается какое-то значение, либо слово, либо цифра, и потом оно выдается обратно, это значение. То есть, например, давайте запишем P, просто пришло так в голову первым, буква P у нас будет равна, давайте ввести, я делаю пробел между P и равно, и равно и десяткой, для того, чтобы просто аккуратно выглядело. Это никак не влияет, можно и вместе, можно там. Внутри пробела, по-моему, нельзя, но как-то, в общем, ему там абсолютно без разницы, компьютеру. Вот. И значит, потом, чтобы вывести P, пользуемся уже ранее выученной функцией print, print, открываем, закрываем скобку, и так как это не какое-то слово, а это именно переменное, то его не надо писать в кавычках, а иначе просто вам выведется буква P. Вот. А так мы хотим получить значение 10. Вот. Собственно говоря, так можно присвоить любое значение любой буквы, то есть, например, x равно 3, там, y равен 7, например. Не знаю, просто числа, наверное, приходят. Так, ну, как видите, так все сошлось, что эти числа, что если прибавить 3 к 7, то получится 10. Сейчас мы с вами посмотрим, что x плюс y, это мы складываем вот эти вот 2 переменных, то есть, 2 числа, которые в них есть. То есть, 3 и 7, получается 10. А, соответственно, вот так вот оно работает. Значит, что я сегодня вам хотел показать, это то, как получать ввод от какого-то другого человека, который вот сел, например, вы сели за компьютер и выводите свой пароль. То есть, ваш пароль, у вас там высвечивается такая строка, пустая, и вы тогда должны забить букву. Это делается с помощью команды input в питоне. Сейчас я вам покажу. П, мы можем ей новое значение присвоить. Вот, пишем input. Вот, значит, вот он нас спрашивает. Просто мы тут не сделали пробел, поэтому тут сразу записать им знаком эти а-то-то. Что мы теперь можем сделать? Мы можем, например, написать Саше. Ну, просто так. У меня уже так прошло, что я постоянно пишу имя Саше. Вот, и значит, теперь P у нас равно Саше. Ой, неплохим манером я вас немного учу. Print P. Саше. А иначе так получается в кавычках. Вот. Ну, собственно говоря, вот такие вот дела, но также, значит, в input, то есть, во ввод, можно вводить, то есть, например, мы спрашиваем, ну, P, естественно, такая просто переменная, равняется input, то есть, ввод, enter a number. Вот, и значит, вводим, и как бы мы хотим, чтобы у нас пользователь не сразу вводил, а как ему было так, натурально. Поэтому мы пишем, значит, пробел после этого. И нажимаем ввод. Ввод. Вот, и у нас появляется значение enter a number, то есть, любое число можно ввести, то есть, там, 79. Ну, там можно любое, как бы. Вот, и значит, потом мы можем print P, то есть, вывести мы можем P, чтобы нам было видно. Вот, и он нам вводит число 99. То есть, переменная, их как бы можно складывать, их можно вычитать между собой. Ты должен смотреть на какое им значение присвоено, а не то, как они выглядят сами. То есть, X можно отнимать от Y, если это два числа, например. Можно их складывать так же. Можно, как бы, вводить строку просто. Вот, то есть, переменная, это что-то, содержащее в себе еще что-то. Да, ну, то есть, как, вот, в уравнениях, например, надо найти X, то есть, X у нас равно какому-то числу, например, X равен, вот, я сейчас вам пример приведу, 10 минус 3. Вот, то есть, вам задается такая задача. И компьютер сейчас ответит на эту задачу. И он покажет вам 7, то есть, он отменял 3 от 10, то есть, ну, это я вам в следующих уроках покажу, как, как можно свои функции создавать, как можно проверять, то есть, там, циклы и так далее. Всем спасибо за просмотром, подписывайтесь, ставьте лайки, оценивайте, комментируйте, что хотите, делайте, помогите развиваться каналу этому, вот. Ну, а с вами был товарищ хакер, всем отличного настроения и всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok